Немецкая овчарка Шанель и лабрадор Мадонна – опытные борцы с наркотрафиком. Благодаря им уже задерживали курьеров на российско-казахстанской границе. Теперь хвостатым героям предстоит защищать границы Таджикистана. Российская Федерация заинтересована, чтобы обученные собаки работали на границе с Афганистаном, допустим, в Таджикистане. Мы все знаем, что наркопотоки проходят в том числе через территорию Таджикистана. Человек еще не смог изобрести устройство, которое могло бы хотя бы сравниться по чувствительности с собачьим носом. Для того, чтобы пес учуял запах, достаточно двух молекул вещества на литр воздуха. Кроме того, в голове каждой собаки целая картотека запахов. Мохнатые таможенники отличаются не только умом и сообразительностью, но и дружелюбным нравом. Часто работать приходится в аэропортах. Эти служаки бегают там без ошейников и поводков, обнюхивают подозрительные сумки, которые нередко пассажиры выдергивают у них из-под носа. Другая собака на такое неуважение может ответить лаем или даже прямой агрессии. Но эти четырехлапы и ухом не поведут. Вполне адекватно меняют своего проводника, поскольку их выращивают изначально в условиях постоянной смены проводников. То есть может быть один основной, но люди болеют, люди меняются, а инструмент, такой как собачий нос, остается. Инструмент не инструмент, а жалко с коллегами расставаться, признают кинологи. Собаки тоже тоскуют. Зато таджикские таможенники не нарадуются, таким помощникам цены нет. Кормить их будут в основном специальным собачьим кормом, но иногда собак и побаловать можно, говорит новый хозяин Мадонны. Косочки будем, да, в качестве подарка. Жить собаки будут в специальных вольерах, но таджикские таможенники обещают, будем забирать их домой, чтобы быстрее подружиться. Алексей Захаров, Мурат Гасанов, ГИЦ, События.